Да? Дубль 342. Пишем? Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся на Игромире в Москве. Сегодня у нас второй день замечательной выставки. И в гостях у нас знаменитый прекрасный Роман Попов, резидент Камеди Клаб. Рома, привет! Здравствуйте! Скажи, пожалуйста, ты первый раз на Игромире? Или уже как-то слышал, бывал? Ну, физически, вживую, да, первый раз. Ну, я отслеживал Игромир на видеохостингах, на YouTube, я смотрел о нем все, что можно было найти в интернете, потому что я в бытность тоже геймер, и да, вот такой камин-аут у нас случился. А во что ты играешь? Во что я играл? Сейчас я, к большому сожалению, не могу себе это позволить. Я был большим поклонником в свое время Кваки, Коик, я был большим поклонником всей серии Fallout, еще до того, как ее взяла Бетизда компания. То есть я из тех людей, которые ждали второй Fallout в 98-м. Очень. С другой стороны, я не Галыгин, да, если бы здесь сидел Вадик, вы бы ему задали вопрос про компьютерные игры, он даже про Тетрис ничего бы не смог ответить, максимум домино. Слушай, ну скажи, пожалуйста, то есть ты, получается, такой старый, так сказать, геймер, такой хардкорный, ты больше любишь все-таки ПК, а на консоли пробовал играть когда-нибудь, нет? На консоли, да, разумеется, на консоли я играл, но если сейчас мне дать выбор, то я, скорее всего, все-таки присяду за писюк, в хорошем смысле этого слова. Понятно. Слушай, ну скажи, пожалуйста, о своем творчестве мы хотели бы с тобой поговорить, о твоем творчестве. Как ты вообще попал в Comedy Club? Ты вот откуда, из КВН-овской элиты истории? Ну, так или иначе, все мы благодарны трем буквам, и не только ТНТ, но и КВН. И да, я начинал в КВН, я проиграл много лиг, в смысле, играл в многих лигах в составе разных команд, но в Comedy Club я попал благодаря проекту Comedy Battle, когда в результате третьего сезона мы с моим напарником стали победителями. Ну, так или иначе, долго я шел к этому, пусть был тернист, но гораздо менее тернист, чем у тех людей, которые делали это через КВН. Слушай, ну а как ты своего напарника нашел? Вы с ним из одной команды какой-то или как? Нет, мы совершенно случайно познакомились, когда еще жили в Сочи и занимались КВН-ом там. В 2004 году мы вместе стали общаться, тусоваться в одних командах и прочее. Но идея создать дуэт пришла только в 2010 году, то есть это выношенный продукт такой, долгоиграющий. Быстро данный, как говорится. Быстро, не то слово. Страдаем до сих пор, кого мы пытаемся обмануть. Слушай, ну и скажи, пожалуйста, вот как изменилась твоя жизнь после Comedy Club? Пошли проекты, что ты там? Чем занимаешься, чем живешь на данный момент? На данный момент Comedy Club — это не основная моя работа, но сопутствующая. Comedy Club, Comedy Radio, ведущие на Comedy Radio. Наконец-то год назад или два года назад я начал сниматься в сериалах и постепенно-постепенно сейчас пытаюсь приблизиться больше к кинопроизводственному процессу. Это мне очень нравится. То есть, да, вот расскажи, пожалуйста, ты себя все-таки больше все-таки видишь актером, чем КВН-щиком? Да, не скорее всего, наверняка. Во всяком случае, это моя мечта, поэтому я всячески стремлюсь к этому. Ну и скажи, пожалуйста, нашел ли ты на Игромире, может быть, пока мельком бежал, увидел, может быть, какой-нибудь стенд, что хочешь урвать от сегодняшнего мероприятия? Я, как выяснилось, недавно поклонник комиксов. Представляете? Неожиданно. А здесь есть компании, наши отечественные компании, которые занимаются комиксами, поэтому я надеюсь побывать и у них на стендах. Но основательно я прилип на стенде ТНТ дизайна MSI, ТНТ геймса MSI. Если что, ищите меня здесь, ребята. Завтра в это же время. Отлично. Ром, спасибо тебе большое за такое развертое интервью. Ты очень добрый и позитивный человек. Спасибо тебе большое. Да, я просто этим пользуюсь. Я заметила, да. Ну что ж, дорогие друзья, мы передаем слово студии. Стоп. Насколько мы наболтали?